Мы прогнозировали, что июль-август – это пора для наступательных действий. Мне кажется, что не стоит ждать наступательных действий с той стороны, поскольку, ну, по своему ряду причин. Во-первых, они как бы невыгодны, во-вторых, они так положа руку нахер, что они невозможны, потому что в любой момент они могут быть установлены звонком Кэри или Обама в случае необходимости. То есть, как это было в гостининской гражданской войне. Сколько и наступает, один звонок – и ты все равно останавливаешься и должен договариваться. Ухудшается то, что для российской стороны сейчас самое важное – это репутация международная, вот этот имидж, который складывается и ухудшается, и те там скоростные страны, эти субъекты международных отношений, которые еще остаются там сдержанные или нейтральные, они, соответственно, с каждым этим новым витком меняют или способны изменить свою позицию. То есть, получается, что военный выигрыш невелик, а репутационный выигрыш, репутационно-политический, пропагандистский проигрыш может быть значительно более опасен с точки зрения даже материальных его ценностей, не говоря уже о моральных и символических ценностях. То есть, мне кажется, что наша разведка и военная, и не военная, а время и времени, очевидно, накладывает и президенту, потом оказывается задним числом, и в публичную плоскость выскакивает, что вот наступление, там вот наступление, вот там 1 августа, в июле у нас наступление против плотной стороны, там чуть ли не каждые два часов начиналось, что это просто в отсутствии реального понимания вещей, ну и реальных оперативных данных, которые мы можем сами собрать, то, что нам дают партнеры, это другое дело. А мне кажется, что в данном случае разведка работает не очень профессионально, я не хочу никого обижать, но мне кажется, что так. То есть, в данном случае основная опасность для украинской стороны состоит в переговорном процессе. Значит, вот нужно не проиграть в переговорном процессе для того, чтобы, ну и избирательный процесс, поскольку там гораздо больше ущерб для интересов правительства и правительственной стороны могут принести результаты выборов в Донбассе, чем наступление, там это было такое условное наступление то ли российских войск, то ли подразделений ДНР, ЛНР, которого, ну, мне кажется, уже давно уже можно перестать его ожидать, его не будет до конца лета, а осенью уже, как правило, никто не наступает, поскольку это абсолютно военными такими факторами определяется осеннее наступление, это может быть каким-то локальным, то есть в одном направлении, вот там Широкино, условно говоря, или в районе, в северных там районах Луганщина и Донецкой области, там что-то, какие-то отдельные тактические ходы возможны, но мне кажется, это тоже маловероятно, поскольку сейчас в условиях этого перемирия существует совершенно другой дискурс, который не предполагает военных действий, а с нашей стороны наступательные операции, мне кажется, они невозможны, поскольку мы не готовы к тому, чтобы, ну, не мы с вами, а наши подразделения военные не готовы к тому, чтобы вести наступательные операции по целому ряду, во-первых, командование очень слабое, во-вторых, там целый ряд технических вопросов. Спасибо, полковночь. То есть сегодня наступление ждать не следует, а чего следует ждать? То есть это будет продолжаться? Эта ситуация будет сохраняться в таком положении, в каком она есть сегодня? Да, мне кажется, что вот будет вот это ни мира, ни войны, ни войны, ни мира, ни правды, ни кривды, ни там позитива, ни негатива будет продолжаться до того момента, когда станет окончательно ясно, что будет с выборами. Значит, если президентская администрация и правительство, скажем, там в середине сентября до закончательной, то есть сейчас можно прогнозировать там с 80% долей вероятности, что выборы в Донбассе не состоятся. Но пока что заложен другой алгоритм. Пока что формально они состоятся на территории, которая контролируется центральным правительством. Так вот, как только прояснится окончательно ситуация, формально прояснится, то есть будет какое-то заявление со стороны официального Киева о том, что выборы там переносятся, и тогда могут быть обострения военные, поскольку это решение Киева абсолютно не устроит ни Нонбасс, ни Москву. Тут не надо быть 7,5 вонгу для того, чтобы это предвидеть.